привет мои любви сегодня 2 сентября 191 день войны слава украине вчера было 1 сентября день знаний прямо очень хочется пожелать всем нашим детям получить правильные знания ходить в школу где им дадут правильные ответы на вопросы что такое хорошо и что такое плохо расскажут про родину и что такое величие страны в которой они живут очень хочется чтобы дети и их учителя сделали правильные выводы пока главный итог демилитаризации и деноцификации украины которая осуществляется уже полгода состоит в том что полностью уничтожены вдумайтесь это как бы к 1 сентября очень круто подводить такие итоги полностью стерты с лица земли 270 учебных заведений и повреждено 2405 учебных заведений вот каждый человек из россии который вот слушает меня и у которого есть еще хоть какие-то проблески здравого смысла вдумайтесь ваша страна полностью разрушила 270 учебных заведений и повредила сделала такими где невозможно проводить учебный процесс повредила 2405 учебных заведений но это им показалось мало они еще убили 380 детей убили 380 детей и пострадали были ранены не менее тысячи и это предварительные цифры на самом деле еще не обо всех мы знаем поэтому вот такое в этом году в украине 1 сентября хочу прочитать одно письмо к первому сентября его получил из россии вот и осень наступила 1 сентября у меня не было лета был новый год потом 17 января я родила сына наслаждалась прекрасным временем когда ничего в мире не было важно кроме меня и сына потом было 24 февраля и вот теперь осень прошлым летом будучи беременна я читала книгу и блог ольги белоконь родив скупила ваши книги читаю ролики нины зайченко помогли мне сохранить лактацию и решить проблему с лактостазами благодаря вам и вашим коллегам из украины я родила здорового сына я и постараюсь вырастить здоровым не только физически но и нравственно когда сын вырастет я ему расскажу что ольга белоконь спасла мою беременность даже не зная этого доктор комаровский уберег от антибиотиков и избавил от сомнений по поводу вакцинации они до зайченко позаботилась чтобы мой ребенок был сыт я расскажу что эти люди украинцы и это прекрасные люди я расскажу как их хотел убить путин и как мои соотечественники поверили путину не прекрасным доктором великолепным добрым людям а лжецу и убийцы это будет тяжелый разговор но у меня есть цель в жизни дожить до этого разговора только этой целью и живу и спасибо вам за такую цель перед тем как продолжить читать письма хочу как бы отчитаться похвастаться для меня это очень важно наверное многие кто смотрел доктора комаровского кто был знаком с доктором комаровским до войны были приятно удивлены интерьером в которой мы все это сегодня снимаем вы ребят даже не представляете что в этом месте было месяц назад и каких усилий какого героизма стоило нам вот это вот все строительство сколько добрых людей нам помогало и теперь реально мы расширяем горизонты планирования мы понимаем что нам очень тяжело отвечать на вопросы работать в харькове под постоянными обстрелами которые ни на день не затихают поэтому а вопросов огромное количество огромных медицинских тем нам надо много работать и мы намерены это делать и моя команда потихонечку ну как по крайней мере онлайн собирается они на связи мы что можем то делаем но тем не менее команда командой на огромное спасибо всем кто кто с нами кто внушал нам оптимизм кто расширял наши горизонты кто помогал нам спасибо всем кто подписался на нас в социальных сетях кто помогает нашим спонсорам в youtube и нашим спонсорам в патреоне без вас без вашей поддержки все этого конечно не было поэтому огромное вам спасибо и низкий поклон а мы продолжаем я в прошлый раз анонсировал вам с моей точки зрения важное письмо достаточно тяжелая но я должен это читать потому что для нас важно анализировать эти проблемы и возможно искать пути решения собственно для этого я и общаюсь с вами сейчас и так читаю кто не в курсе еще раз уточняю что я читаю письма которые приходят ко мне люди пишут в телеграм-канал который был создан мною в первые дни войны буквально на второй день войны и который называется телеграм-канал здравствуйте доктор письма войны письма которые читаю я их по мере сил сокращаю но кого заинтересует в полном объеме без всякого цензурирования все это в телеграм-канале заходите подписывайтесь это с нашей точки зрения очень очень важно писем последнее время стало меньше но они как бы сказать ну вот они более концентрированные то есть количество мыслей в одном письме просто растет растет на глазах и поэтому огромное спасибо всем неравнодушным людям которые делятся своими мыслями ну все утомил читаю евгений альич в этом письме расскажу о том как искали родственников на оккупированных территориях на оккупированных расистами территориях всю украинскую связь полностью уничтожают и подменяют своими российскими операторами мтс сциклево меняя название оператора на произвольный набор символов чтобы не влететь под санкции но все как всегда сциклевый фашизм даже тут в каких-то мелочах делают связь не для людей а для военных и против людей вся связь полностью прослушивается и сохраняется расистами доступ в интернет ограничен реально установлены фаерволы которые ограничивают доступность сайтов и разных ресурсов все что сказано по таким каналам обычно используются против людей на апрель 22 года не было никаких методологических пособий о том как действовать куда обращаться за помощью государству в поиске пропавшего человека на оккупированной территории то есть если у тебя не дай бог пропал родич неделю назад говорили по телефону или месяц назад а теперь нет и ты не знаешь что с этим человеком и как жив ли этот человек здоров ли и где он вообще находится так вот государство ровным счетом не предоставляет ничего для того чтобы иметь хоть хотя бы представление что происходит и это не говоря о поиске обычных людей то есть у военных есть списки пленных списке пропавших обычных гражданских вообще учет никто не ведет мало того что не ведут учет так еще и не освещается нигде проблема нет централизованной базы сбора и обработки данных каких именно данных спросите ниже привожу примеры из реального опыта когда людей бомбит рашистский скот эти люди кого бомбят обычно прячутся в подвалах они обычно очень часто практически всегда пишут как кого зовут и сколько в подвале имена фамилии составляют списки на случай того что если кому-то удастся выбраться он сообщит другим где были те с кем этот человек был в подвале чтобы позвать на помощь или дать информацию где искать кто-то рискует всем избегает у кого-то даже получается прорваться на украинскую территорию и выйти выехать за территорию боевых действий есть какие-то просто фантастические истории о том как реальные люди о которых ничего не известно нигде ничего не публикуется но такие люди среди нас они даже не отсвечиваются остаются в тени обычные граждане такие как мы с вами рискуя жизнью но зная местность маршруты регулярно под пулями занимаются перевозками и вывозом людей из таких горячих точек так по крайней мере было как сейчас не знаю люди кучкаются делают списки и оставляют после себя хлебные крошки не теряя надежды что их будут искать типа на случай чего мы возможно пойдем туда либо звонить сюда я была с кем-то с и тем-то мы пришли оттуда и пойдем туда и это пользуется большой популярностью и реально помогает другим людям находить родственников и друг друга проблема лишь в том что это проблема лично людей которые ищут своих родных и близких и никого больше и это неправильно это не должно быть на плечах родного искать в десятках тысячах групп своих родных и любую информацию видел ли кто-то дорогого человека слышала что-то о нем или нет есть группы и страницы фейсбуке есть всякие чаты группы в телеграме вайбере и так далее где люди ищут своих есть по каждому населенному пункту району дому подвалу селу проблема в том что они никак не связаны в единую систему люди остаются один на один со своим горем и поиском родных на оккупированных территориях в ситуации когда массовая помощь реально ускорить процесс получения информации дальше лучше это те кто каким-то образом выбираются из ада мне лично удалось поговорить с тремя людьми на них охотятся такие же как я с теми же целями а вы видели того-то может такого-то тогда-то там-то и так далее и люди помогают но больше всего меня убила а полиция задавала ли такие вопросы как я о тех кто там остался собирали ли данные ответ от трех людей был отрицателен нет не собирала то есть они выбирались из ада своим ходом им волонтеры оказывали помощь может даже скорую пуску ли у кого вызывали и на этом все просто все приехали и приехали а собрать информацию о видели ли других людей помните ли другие имена и так далее для сбора статистических свинений где кто остался и кому еще нужна помощь нет никто как я понимаю этим не занимается я могу ошибаться если занимаются сообщите но я лично не видел дальше хуже но наши приловчились когда расисты обстреливают населенный пункт стирая все постройки и заходят в него и там хозяйничают первым делом они вскрывают дома в основном уже приловчились искать золото драгометаллы ну и попутно мелкую технику телефоны айпады приставки и так далее все что можно компактно отправить себе в мордор одной посылкой из пограничных срыв областей но тут незадача это поначалу так работало а потом вскрывая больше и больше квартир расисты обнаруживают что оказывается золото и драгоценности и денег нигде в доме нет а где же они и тут начинается шухер молодые пацаны ублюдки расистки лет по 20 плюс стоящие на блокпостах и проверяющие автомобили которые пытаются покинуть оккупированный населенный пункт или просто проездом начинают досмотры выборочно по-разному раз на раз не приходится и что было для меня шоком но вполне вписывается в картину это пост одного из отцов о том что его дочки солдатик лазил в трусы в поисках спрятанного для провоза через блокпост драгоценностей и типа снимай показывай воровка а потом выясняется что это не единичная акция руси не а вполне так сказать широкая практика до лазить детям в трусы под предлогом что они там что-то и прячут когда ты погружаешься в поиск людей часами сидишь читаешь посты ищешь списки ищешь страницы тех кто тоже кого-то ищешь открываешь их персональные страницы и находишь ссылки на другие ресурсы где также ищут начинаешь поиск там еще на другой странице там находишь еще ссылки на оставленные записки людей кто был читаешь комментарии кто их где был связываешься с этими людьми из оккупированных территорий или теми кто эти территории покинул тебе дают информацию у кого-то еще можно спросить и так далее и так далее и так далее но все сами своими силами поэтому пожалуйста дорогие украинцы не теряйте надежду пока труп не увидите не верьте ничему продолжайте поиски освещайте проблему я знаю что вам помогают такие же как и вы люди с похожей бедой но я считаю что этого недостаточно и что централизованные списки от государства где все работают централизованно они в раздобой лучше сейчас же ведется учет списков сторонними людьми размещаем им на google диске в excel табличках ребят поэтому таких табличек в интернете от разных людей сотни тогда как должно быть одна но большая и штаб людей которые ищут по каждому человеку хотя бы какую-то информацию они оставляют этот груз на плечах родных с их горем большое письмо но сколько проблем эти проблемы которые не волонтеры должны решать с моей точки зрения это совершенно однозначно я просто вы знаете иногда вот для людей которые не ищут вот моя семья тоже столкнулась с поиском людей на оккупированных территориях ну слава богу там отозвались да сами потому что живы а если бы нет и так далее ну очень короче говоря глобальная проблема возможно я пытаюсь достучаться до вас всех и до того кто знает алгоритмы решения пожалуйста сообщайте об этом в комментариях пожалуйста это для нас для всех очень важно помните в прошлый раз я была там одно письмо про то как жаловались что бабушку гоняли за то что она виноград со своему огорода продавал маленькое письмо у нас в тернополі з початком війни я вже не раз підходила до поліцейских які бабусь ганяють за те що вони намагаються продати городину і казала що навже вони вважають гідним не давати копійку виручити бабусям що мені соромно за їхні дії відповідь завжди приблизно така це ваша думка молоді патрульні і вже такі отруєні міські якоюсь нелюдськістью тащей під час війни ловить злочинців яку шкоду суспільству приносит ця бабуся ну правда ребят ну какой вред обществу приносит бабушка которая продает свой помидор личный свой помидор выращенный ей не надо даже вот смотрите я перед этим какое огромное письмо прочитал может быть можно даже злочинців не ловить можно даже просто опрашивать тех кто в тернополь приехал и спрашивать вы 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 выбрались с оккупированных территорий пожалуйста давайте посидим разберемся кого увидели фамилии имена куда они были где представляете какой объем какая огромная я считаю что у полицейских вот так вот работы найдется вот с переселенцами общаться выяснять расставлять точки нады и тогда точно не будет времени бабушек гонять с виноградом обидно просто обидно ну и на останок в письмах как вы понимаете ко мне в канал на канал здравствуйте доктор письма войны пишут не только адекватные люди ну наши единомышленники которые понимают что происходит а таких людей которые понимают много и в украине понимают почти все но из россии из белоруссии из казахстана достаточно много писем полностью понимающих людей тем не менее эпизодически приходят я публикую и даже стараюсь без цензуры публиковать письма с нарративами вот этих вот с нарративами расизма скажем так и там есть вот два сейчас у неоднозначников так называемых два главных месседжа первый месседж о том что невозможно никому верить больше все врут потоки вранья с обеих сторон а второе в общем то чего вы от нас хотите такие у вас претензии к путину посмотрите какие плохие невоспитанные и кровожадные сша с которыми вы дружите ну вот как бы по методичке говорим от читаю письмо говорим не с автором аудитории это очень кстати важно на эту тему у меня есть письма я в следующий раз вам прочитаю о том что это очень правильно отвечать на такие письма мы фактически же отвечаем не автору мы отвечаем коллективным спецслужбам которые стоят за этими авторами авторами потому что эти вот письма они могут в душу нормального человека зародить сомнения и когда мы опровергаем все эти аргументы это работают на нашу победу на наше общее дело и так по методичке говорим не с автором а с аудиторией очень бы хотелось понять о какой собственно лжи украинских и про украинских сми идет речь 24 февраля россия не перешла храницу чужой страны с 5 утра 24 февраля и по сей день на украину не сыпятся бомбы не умирают дети не погибают сотнями в день солдаты и гражданские не скитаются по миру девять десять миллионов украинских беженцев не не это из питера хотя вероятно всего из ты вы нам будут рассказывать где правда а где ложь нам из вываленных окон смотрящим на мертвые города нам у кого каждый третий имеет связь с передовой эту правду видит не смотрит не читает не слушает именно видит каждый украинец 44 миллиона свидетелей недостаточно теперь по поводу проклятущих сша вместе с саксонцами это шо эстафета такая кто больше убил и обездолил к чему эти сравнения да немало на счету грязюки и крови у звезд на полосатых так что нужно их превзойти так я думаю что по кровожадности давно уже россиюшка впереди планеты всей так что выдыхайте все хорошо вы самые великие могучие величие и могучие не бывает давайте мы публично признаем что россия самая самая ублюдская государство на земле и этот титул будет сохраняться за вами тысячу лет а вы за это от нас отстанете а харьков виктория спасибо века ребят главное делайте пожалуйста правильные выводы из всего этого не оставляйте без ответа вот таких мерзавцев которые навязывают нам свою свое видение будя не проклятой я вас призываю тримаемоси да и днаемоси мы обовязково переможем слава украине а